Ну я кратко сказал, больше некуда поцел залезть. Меня выхорачивать не надо, я много говорю, но знаю, что сказать. Вот разговаривают, замещание делает Игорь Владимирович, и вот он уже сколько раз говорит, даже он говорит, да бесполезно, если уж такая скала подвигалась бесполезно, это значит, это далеко у нас зашло. Мы вам докопались, покажут один, и все, замолкну. Второе, батюшка говорит, я желаю поговорить или что-то сказать, а они поступают на сто процентов правильно. Там не написано где, а женщины, когда домой придет, божественное спрашивает, только дома. И поэтому этих людей наших обсуждать не надо, они поступают абсолютно правильно. Ну и как старость скажу, что все у нас есть, по милости Божией. К слову сказать, приехал в Россию, в Федерацию, американский шериф. Это звание полковника Кернелл. И спрашивает, раскрываемость какая? Убийство много. Он говорит, нулевая. Как так? А нет, у нас сто процентов все выполнили. Российские ответили и сказали, есть опыт который взять. Если у нас вот так говорят, нет еще, это тоже надо только радоваться. Как? А надо заранее знать, предвидеть что-то. Я, если батюшка ничего не будет говорить, я скажу по одному делу. О, разрешите-ка. Вот здесь написано по горельцу. Прямо по этой теме сказать, батюшка, разреши. Значит, дело обстоит так. Апостол Петр пишет, перечисляет качество человеческое, без чего туда не войдешь. И говорит, добродетель, запятая, в добродетели покажите рассудительность. И все встало на место. Это не просто так. Вот в кейсе православия у нас там написано о милостыне. Но человек не будет просить, если не нуждается. Нет, он и просит. А что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Сделать есть, что мы не можем делать. Да и не позволят нам. Люди брали иконы. Медведя тренировали. И ходили, деньги собирали. Решение. Отобрать иконы. Отодрать их как следует. И выселить из города. То есть знали, как делать. А то не знают, что в зомах с цилистами делать. Знают, что. Не только кастрировать, а отрезать полностью половой орган. Запечатлеть до кости, что он такой-то есть. В шахты. Катать там тачалки. Но до поворота. А с поворота другой, который воздух видит. Это законы Истюниана, которые входили в киневу правил. То есть у нас другие законы. Скажут, жестокий век, жестокие меры. Но преступности такой-то не было. Вот о пожаре конкретно. Добродетель или рассудительность? Нет. Человек просит милостыню. А церковь запретила. И прямо. Пока у человека нет грамоты, мирной называется. Мирной, не ставленной. Мирной. Не подавать. А эту грамоту дают за подпись епископа. Когда говорили эти правила, социальной защиты не было. Пенсии не было. Что накопил, тем и живи. Вот в чем суть-то. Надо понять, в чем дело. У нас не просят. Никого нету. Мы узнаем нужду, какую мы. Голода мне оставим. Привезли, знаете, здесь. Земля, что нам дала. Мы стараемся все поскорее. Чтобы у Льи было хорошо. Итак, добродетель и рассудительность. Причины пожара какие? Мы получаем это здание. Оно не для жилья было. Освод. Спасение на водах. И вот здесь это все сыграл Баварин Владимир Николаевич. Проверить электричество. Я говорю, здесь хорошо, говорит Алексей. Нет. Провод тоже изнашивается. Он, Алексей, скажет. Да? И тогда что? За нож делать. Вот в чем дело-то как. От электричества. В один день загорелся мой дом. Никитина 147. Два дома между нами. Большие. Которые. Ну где? Покровский собор-то. И в этот же день загорелся. В эту же ночь загорелась. Дмитрийский монастырь это. И там сгорело сколько. И у нас какая? Причина. А причина очень простая. Везде пишут. Электричество. Я знаю с ними когда добивался. Чтобы заплатили. Ну там же было все по страховке. У нас нет электричества. Пьяная женщина. Она высыпала около дома. И все загорелось. Что сделали здесь в монастыре? Монашки повесили сушить над плитой. Что они там сушили? Нижняя и верхняя. Все загорелось. Задохнулись. И пожар. Теперь тушить надо. Значит. С электричеством. На него все списывает. Но надо смотреть. Я очень прошу на этом пункте заставить. Уходите из дома. Выдерните. Не надейтесь на эти выключатели. Которые на комфортке стоят. Выдерните. У нас в деревне пострадали некоторые. Деревня которая вот сейчас есть. Один пчел держал. Все сделал. Все сделал по норме. А она дальше. Другое. Тепло. Пчелы вылезли. Она перестала работать. Все. Пасеки нету. Уходишь из дома. Это совсем нетрудно. Выдерни. Кто против чтобы выдернуть из розетки? Поверьте. Я свободен буду. Я вам просто настаивал. Я встречался неоднократно. Дальше. Если у вас отопление какое-то. Не выбрасывайте. Горящее. Я сказал не выбрасывайте. Он взял ведро. Взял. И крыса поставил. А крыса доски сороковка. И ведро полностью прожгло. И провалилось. Оно вот так на конус. На конус и повесло. А зачем взял? Комаров выгонял. А получалось самому уходить. Потеряю как я говорил. Норма. Сено. Которое есть не меньше тридцати метров. А здесь так прямо к дому. С той стороны не мочит. Где дом то? Не мочит. Но жарит. Я говорю что мне пришлось быть. Быть. Быть свидетелем этих пожаров. И причина заключается. Говорит. Человеческий фактор. В одну ночь. Это кажется 18 в августе было. Это 2001 год. Маленько пораньше. Могу не точно сказать. В Алтайском крае. Около 280 пожаров возникло. Это что? Человеческий фактор. Специально. Лес то не дают. А подожгли. Сгорели верхушки. Не растет теперь. Убирать. А убирать они продают дешево. А это сделали те кому надо. А теперь они продают доски по такой цене. Что ты без ИД останешься. То есть люди приучились так. Я приезжаю к сестре. У нее 5 литровые банки. Стоит полно. Я говорю а зачем это? Ну да тут такая обстановка. Какая? Ну вот видите здесь дом построен. А тут жили старик со старушкой. Им сказали эта территория большая. К нам уже не раз туда набедывались. Видя сколько народу проще отступились. Прямо приходили место занять. Сожгли. Они сгорели. А теперь построили. Люди Бога то не верят. Они как придумали сейчас. В городе квартиру. И показывают шины. Машины которые сняты. Брошены. Бензинные облизы. Зажгли. И прогорают дверь. Поймали. Но кто заказывает. По сей день не могут найти. Заказывают с другой конца страны. И везде одновременно начали гореть. У меня было такое дело. Прямо рядом был человек. Я просил выдергивать. Не выдергивать. Сразу. Видимо постепенно оплавилось. Милость Божия была дома. Мы не сгорели. Я не называю в каком городе было что. Чтобы не очень остро было. Итак. Добродетели показать рассудительность. Так это же священник. Священник да. Он поспорил с женой. О чем не говорят. Он ничего лучше не придумал. Запереть. Облить. Вместе с женой. С детьми. Кажется четвертый день сгорели. Ну он как говорят. Окормлял воинскую часть. И над домом. Авиаторы пролетели. Написали. Но когда стали разбирать. Оказалось. И дверь то на крючке. Когда пожар закончился то. И увидели что он запер. Никого не выпустил. Да как курят. У нас специально бак. Сел там в лагерь стучать. Ну как. Рында какая. Вкорченный. Пьяный. Сгорел. Он надулся. Лопнул. И все. То есть от курева. У нас в Барнауле здесь знакомый был. Никто не идет. Мужик хвалил бога. То другой. Товарищ пришел. И сидел курил. И загорелся гроб. И он вместе с Мерклесом. От папирос. Их статистику. Посмотрите. Сколько пожара от папирос. Вот я иду. Не где то. В одном селе. А вон фермер. И она выходит там. Кто дочь то. Приснула. А тут везде трава сухая. Я иду уже пылает. А тут. Трактора. Тут комбайны. Вы что же делаете. Да как же так же. Казалось. Не надо казать. Надо залить. Вывалил. Залей. Я сколько за это бибился. По теряпке. Бесполезно. Так там. Ты не щупай. Здесь вот мы валим. Не в бак. От которого загоралось не раз. А рядом с ним. А рядом там. Снег там еще не будет. Значит. Добродетели. Покажите растудительность. По какой причине сгорел этот человек. Какой. Так а там смещенник сгорел. Я знаю это как. А кто был. У него посторонние были. Да были. Приехал ее там. Кум сваткурил от этого. Надо узнать причину. А поэтому. Если вот человек просит. А ему подали. То. Считай мне. Этот. Никон кажется. Его святой. Он говорит так. Я помолился. И Господь показал. В это время. Когда он подавал. Сразу же. В пригорченному дьяволу. В перисходни оказались наши предства. А почему. Рассудительности нету. К святым обращались. К Антонию. К Макарику великим. Что главное. Одни говорят молитва. Другие говорят пост. Третий говорят добродетель. Как. Что. Главное. Он сказал только. Рассудительность. Самое главное. Дурака не научи молиться. Лог прозабьет. Пословица то откуда она идет. Вот у нас как говорят. Определенно. Не играй с огнем. Откуда эти пословицы. Кто немецкий язык знает. А у них наоборот. Маленький. Не рисуйте чертиков на стене. Зачем это. А не играй. А сегодня вальпурговая ночь. И даже печенье продают. И сделали чертель всяких. Они жрут их. Не едят. Он внутрь заходит. И если не будем правильной рассудительности пользоваться. Бог от нас все может отнять. Мы не умеем этим пользоваться. И вы как считаете. Запросить. Какая причина. Мы подбабагали. А чего. Откадила. Откадила. Повесил туда. Сколько. Меня приглашает митрополит. Никуда там в Канаду. И в это время сообщает. Главный храм сгорел. Отчего. Я приезжаю в Донской монастырь. Говорит. Только пожар потушили. Отчего. Почему у баптистов не сгорел ни один молитвенный дом. А там ничего нету. Такое что обжечься то можно там. А здесь главная причина тот батюшек. Он заходилом не досмотрел. Свечки не потушили. В Донской монастырь горел. А там главный храм сгорел. А сколько этого было. Рассудительность покажите. Разобрать. Если увидим что не по делу. А виноваты какие. Не очень надо заботиться. Мы тушим другие пожары. Вы помните к нам приезжали. Когда переводчики. Этого аэродского языка. Здесь горнолтань. Ну и приехали они. Председатель. Библейского общества. Здесь был у нас. Помните мы помогали. Мы два раза так помогли. Он приехал с американцами. И говорит. Вы у меня вышли на первое место. А в основном то как. Меньше чем шестезначная цифра у нас никогда не было. Мы не о деньгах говорим. А о милости. Тем более. У нас сегодня. Нынешняя приехала два дня раньше. Тот дом то не накладывайте. Я пустил на квартиру однажды. А в углу. В руки моют. Ну полное ведро. Что делается. А ничего не делается. Она все туда протянула. А потом села до уехала. Все там. И дом. Наклонился. И асфальт в эту сторону. У нас большие расходы еще здесь будут. И мы не обращаемся. Дом то это не церковь. Хотя это одна и та же территория. Но я говорю о том. Подумать надо. Я специально показал какие дети. Мы детей выщили так. Я начальник детского лагеря. 45 лет был. Лежит коробок. Не трогай. Перепрыгни. Приди старшему скажи. Не рисуйте чертиков на стене. Они внутрь заходят.